Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале CBC в студии Эльнара Алиева. Коротко о главном. Президент Азербайджана Эльхам Алиев прибыл с государственным визитом в Республику Албания. Первый вице-президент Азербайджана Микриван Алиева направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО о прекращении своей деятельности в качестве посла доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Саммит G20 на Бали. Главы государства обсуждают острые глобальные вопросы, а также усилия в экономике и сфере здравоохранения в постковидный период для глобального устойчивого и инклюзивного роста. Президент Азербайджана Эльхам Алиев прибыл с государственным визитом в Албанию, международном аэропорту города Тирана, где развивались государственные флаги двух стран. В честь азербайджанского лидера был выстроен почетный караул. Состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Эльхама Алиева во дворце Бригейтс в албанской столице. На площади, где развивались государственные флаги Азербайджана и Албании, в честь азербайджанского лидера выстроился почетный караул. Президент Албании Байрам Вигаев встретил президента Азербайджана Эльхама Алиева. Состоялась также встреча лидеров один на один. Албания рассматривает Азербайджан как важного политического и экономического партнера. Сотрудничество в сфере энергетики является одним из основных направлений Азербайджана-албанских связей. Неоднократно высокий уровень кооперации был подчеркнут в ходе взаимных визитов на уровне глав государств и других официальных лиц. Успешное завершение проекта трансадротического трубопровода послужило импульсом для развития экономических связей. В следующем году будет отмечаться 30-е годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. Взаимодействуют страны и на различных международных площадках. За годы оккупации азербайджанских земель и во время Второй Карабахской войны албанские официальные лица неоднократно выступали с заявлениями о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Сегодня же албанские строительные компании готовы участвовать в восстановительных работах в Карабахе. Это сотрудничество может охватить и сферу разминирования. Моя коллега Эльмира Мусазадея находится сейчас в Албании. Она отслеживает государственный визит президента Азербайджана Эльха Малиба в Албанию. Она расскажет нам все подробности. Эльмира, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как прошла встреча. Мы знаем, что состоялась встреча один на один у президентов Азербайджана и Албании. Да, вот к настоящему моменту уже завершилось выступление для прессы, лидеров государств. Это первый визит президента Азербайджана в Албанию. Несмотря на достаточно тесные отношения, которые сложились между странами, как ты совершенно справедливо отметила, Албания выражала поддержку на различных уровнях Азербайджана. В частности, во время оккупации азербайджанских земель со стороны Армении, Албания также на всех международных площадках поддерживала территориальную целостность Азербайджана, поддерживала правое дело Азербайджана, выступала по защите и поддержке Азербайджана. Что, безусловно, не может не радовать, потому что Албания – это одна из стран, которая тесно сотрудничает с Европейским Союзом. И я бы хотела отметить, что рост ВВП в Албании достаточно серьезный. Таким образом, у страны имеется достаточно серьезный потенциал и возможности для наращивания взаимодействия с другими европейскими странами. Более того, можно отметить, что страна является членом НАТО и вносит свой посильный вклад в эту организацию. И вот об этом, в том числе, говорилось сегодня. В ходе заявления для прессы президент Азербайджан Аль-Хамалиев подчеркнул, что Азербайджан, не являясь членом НАТО, активно сотрудничает с этой организацией, активно сотрудничает с этим альянсом. И вот здесь вот особо нужно подчеркнуть роль азербайджанских миротворцев. Ведь Азербайджан присоединяется к некоторым платформам в рамках НАТО, в частности, вот платформа «Во имя мира» — это одна из инициатив Североатлантического альянса. Это миссия в Афганистане по поддержке мира и безопасности. И вот после смены власти в Афганистане действительно азербайджанские миротворцы наряду с турецкими своими коллегами одними из последних покинули территорию страны. Ну вот действительно две последние страны, которые до последнего буквально дня своего мандата обеспечивали мир и стабильность в Афганистане. Помимо этого Азербайджан также принимает участие в рамках различных учений с Турцией. Турция — это одна из сильнейших стран НАТО, это вторая по численности своего личного состава страны НАТО. И вот нужно отметить, что как раз-таки Шушинская декларация, подписанная президентами Азербайджана и Турции, открывает дополнительные возможности для наращивания взаимодействия между военнослужащими двух стран, которые традиционно находятся на достаточно высоком уровне. И вот можно отметить действительно, что с 2010 года стороны систематически регулярно проводят совместные учения, азербайджанские военнослужащие проходят обучение в турецких университетах. И действительно вот таким образом связь с НАТО у Азербайджана увеличивается, что безусловно не может не радовать, особенно в нынешнее непростое геополитическое время, потому что уровень подготовки НАТО действительно остается одним из самых сильных, что в последнее время особенно себя проявляет. Ну вот, возвращаясь к отношениям Азербайджана и Албании, нужно отметить, что действительно сторона сотрудничает по всем направлениям, по многим из них. И вот говоря про предыдущие визиты, про которые ты тоже отмечала, нужно сказать, что тогда тоже отмечались и торговые, экономические отношения, ну и, конечно, взаимодействия в рамках энергетической сферы. Особенно отмечалась ТАП и Данапа. Президент Азербайджан подчеркнул, что есть возможность и ведутся разговоры о том, чтобы увеличить вдвое проходимость этих очень важных инициатив для Азербайджана. Но об этом мы расскажем подробнее. Визит пока что продолжается. Наша съемочная группа продолжает его отслеживать. Эльнара. Спасибо, Эльмира. Я напомню, Эльмира Мусазаде, моя коллега была из Албании. Она отслеживает государственный визит президента Азербайджана в Албанию. Президент Азербайджана Эльхам Алиев ранее направил поздравительное письмо президенту Палестины Махмуд Аббасу по случаю национального праздника этой страны. В послании азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения между двумя странами и дальше будут успешно развиваться как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Министерство иностранных дел Азербайджана также поздравило Палестину по случаю национального праздника. Об этом говорится на стороне внешнеполитического ведомства в Твиттер. Первый вице-президент Азербайджана Михаил Баналиева направила письмо генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Зули о прекращении своей деятельности в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО. В письме отмечается важность развития сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО. Многочисленных совместных проектов в области пропаганды, ценностей и принципов организации в период деятельности Михаил Баналиевой в качестве посла доброй воли с 2004 года. Учитывая бездействие ЮНЕСКО вперед до Второй Карабахской войны и после нее, в вопросе защиты культурного наследия Азербайджана на тогда еще оккупированных Армении и азербайджанских территориях, решение первого вице-президента фактически является дипломатическим протестом против однобокой политики организации. Вместе с тем в письме выражена надежда, что в ближайшее время будет организована миссия ЮНЕСКО на освобожден от оккупации территории Азербайджана для оценки ущерба, нанесенного культурному наследию азербайджанского народа в результате армянской оккупации. Представители Азербайджанской диаспоры провели акцию протеста перед Сенатом Франции. Демонстранты выступили против обсуждения в Сенате антиазербайджанской резолюции. Они призывают сенаторов не принимать резолюцию. Акция проходит под лозунгами «Мы хотим справедливости», «Франция будь нейтральной», «Сенат будь справедливым» и другие на место проведения акции привлечены сотрудники полиции. Сегодня в Верхней Палате Парламента Франции планируется обсуждение проармянской резолюции, призывающей правительство Франции и другие страны Европейского Союза ввести санкции против Азербайджана. Об этом мы поговорим более подробно, но немного позднее. С другим темом ядерная безопасность находится в мире на главной повестке. Вероятность того, что какая-либо страна может развязать ядерную войну и победить в ней – утопия. Любое применение атомного оружия приведет к гуманитарному коллапсу. Такого мнения придерживается член-корреспондент Национальной Академии Наук Адиль Гарибов. Ядерное оружие тоже бывает, они разделяют по мощности тоже. Тактические ядерные оружия, они считаются до 150 тысяч тонн тротилового эквивалента. Первое – это тактическое ядерное оружие, а второе – стратегическое. Стратегическое – они выше 150 тысяч до миллионов, несколько миллионов тонн тротилового эквивалентарного оружия. Вот поэтому сейчас они имеют большую, огромную разрушающую силу. Я хотел бы сказать, что тактическое оружие, самое маленькое, это малыш, который использован в этом, в России, в Нагасаке, то есть Соединенные Штаты Америки, они имели радиус действия где-то около 30 километров. Это большой радиус действия. Россия обладает наибольшим ядерным потенциалом и, как считает специалист в случае его использования, первым делом пострадает Европа. Вашингтон и Пекин считают неприемлемой угрозу применения ядерного оружия в конфликте в Украине и выражают надежду на новый уровень американо-китайских отношений для решения глобальных проблем. Ну и возвращаясь к акции протеста, которую сегодня провели представители азербайджанской диаспоры перед Сенатом Франции, надо отметить, что демонстранты выступили против обсуждения в Сенате антиазербайджанской резолюции. Они призывают сенаторов ее не принимать, но более подробно мы об этом поговорим с политологом Зауром Садыкбайли. Он с нами на прямой связи. Заур Мялям, здравствуйте. Добрый день. Заур Мялям, ну как вы считаете, какова будет участь данной резолюции? Ну, вы знаете, во-первых, неизвестно, как она повернется, потому что на сайте Сената не написано, будет ли голосование или нет. Обычно пишется резолюция в следствии с обсуждением, но просто написано будет обсуждение. Может быть, она будет вынесена на голосование, может быть, нет. Зависит, как это будет в Сенате. Но на самом деле, если она будет вынесена на обсуждение, то есть если она наберет большинство голосов, она, может быть, пройдет. Такое же было в 2020 году, знаете, в двух палатах. Но это скорее такая политическая акция, это просто как бы реверанс в сторону армянского лобби. И господин Ратайо, сенатор и его коллеги, они берут на себя большую ответственность, потому что они продолжают разрушать методично отношения между Францией и Азербайджаном. Что сегодня мы и сказали перед Сенатом, мы выступали, я там сам тоже выступал. И, значит, мы отправим, отнесем сейчас в Сенат текст вот этого выступления, наши тезисы, в которых мы просто еще раз напомнили о том, что предложение господина Ратайо не соответствует действительности. Оно по пунктам основано прямо, скажем, на лжи. Потому что, опять-таки, вводится в заблуждение Сенат, говорится о Лачинском коридоре. Ни слова не говорится о том, что этот коридор на самом деле должен был изменить свое направление в соответствии со статьей 6.2 трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 года. То же самое говорится о конфликте, приграничном между Азербайджаном и Арменией. Говорится, Азербайджан напал на Армению, но не говорится о том, что Армения в течение двух лет посылала диверсантов на азербайджанскую территорию, закладывала новые мины, и 270 граждан, военных и гражданских лиц Азербайджана погибли в результате этой акции. То есть есть много таких параграфов, и тем не менее, мы еще раз перед Сенатом, перед собравшимся здесь, значит, большим количеством, значит, полиции, я вот вам сейчас покажу, вокруг стоят полицейские, стоят полицейские кордоны, квартал весь как бы отцеплен, и некоторые представители, я так понимаю, несколько минут назад армянской, значит, диаспоры, которые попытались подойти сюда, они были отодвинуты очень жестко, и даже нам, кстати, запрещено выходить за рамки отцепления, то есть очень серьезные приняты меры, чтобы избежать любых провокаций. И тем не менее, перед Сенатом сегодня, вот мы сказали всю эту, еще раз всю эту информацию, сказали, что это основной тезис, понимаете, я как политолог хорошо знаю историю Франции, Сенат это очень важный институт, он в истории Франции принимал очень большие решения, и самое главное, там состоялись дебаты, было очень много дебатов в свое время, и люди боролись за это, свободу, равенство и браздство. И сегодня во Франции, вот я сказал, это наш один из основных тезисов, в Сенате и в политической элите Франции нет дебата, армяне монополизировали весь дебат, нет дебатов, и это ни к чему не приводит, это приводит к тому, что отношения продолжают разрушаться, и мы напомнили сенаторам, что в течение 26 лет не исполнялись резолюции Совета Безопасного ООН, которая Франция сама голосовала, и это привело к тому, что Азербайджан в соответствии с 51-й статьей устава ООН сам восстановил свою территориальную целостность, и сегодня восстанавливает территории, на которых все разрушено, разграблено, есть экоцит, обнаружено массовое захоронение, имелось место, значит, выращивание и эксплуатация наркотиков, и вот эти все, вся эта информация, она не доведена до французской общественности, и, конечно, парламентарии Франции, как сенаторы, как и депутаты, несут большую ответственность в этом, потому что в их ответственность является позволить тому, чтобы во Франции был дебат, и был равный, справедливый дебат, и один из других аргументов, очень важно, потому что многие из нас являются также гражданами Франции, и Конституция Республики гарантирует нам доступ в общественные пространства Франции, и мы требуем этой возможности, то есть это тоже очень такой важный тезис, требуем от председателя Сената, от сенаторов и от французского государства дать возможность, это называется или официальная аудиенция, или публичное слушание, во время которых наши представители, наших ассоциаций могут прийти, рассказать свое мнение, чтобы донести эту информацию до сенаторов, которые и до парламентариев, которые на основании этой информации должны потом иметь какое-то справедливое мнение, естественно, это должно быть уравновешено, потому что невозможно, чтобы армянские представители могли свободно выступать, рассказывать и, значит, рассказывать всю эту информацию, доносить, а у нас это не получается. И последнее скажу, очень важно, я думаю, что много раз об этом говорил, я думаю, что мы все должны это понять в Азербайджане, наше общество, наше государство, что сегодняшней сложившейся ситуации у нас как бы нет другого выхода, у нас есть две позиции, или, значит, не обращать внимания на Францию, или разорвать с ней отношения и так далее, игнорировать ее полностью, и вообще франкоязычные страны, с которыми у нас проблемы, или наоборот бороться с этим, потому что вот я считаюсь, придерживаясь второй, второй точки зрения, потому что молчание ни к чему не приведет, весь 20 век Турки и Турция молчали, и это привело ни к чему хорошему не перевело. Я называю это тезис попугая, понимаете, сегодня у нас возникла такая ситуация, что нам нужно иметь 24-часовой медиаресурс на французском языке, который как попугай должен просто не останавливаясь продолжать говорить, значит, выставлять видеоролики и рассказывать вот эти всю информацию, потому что, я вас уверяю, никто об этом не знает. Меня очень сильно поразило, потому что утром ко мне подошли представители власти, это префектура и полиция, это их было 5-6 человек, это службы внешней разведки Франции, которые организовывали вот эту охрану, это очень серьезные люди, они у меня все отступили и просто задавали мне буквально полчаса разные вопросы, их интересовало, почему, зачем, почему мы здесь. И когда я им представил вот все, что я вам говорю, они были очень сильно удивлены, потому что ничего из этого они не знают. Я вас уверяю, что вот даже на таком уровне, когда французские ответственные лица, ответственные за безопасность манифестации этого не знают, это означает, что на самом деле у нас еще очень-очень-очень много работы и очень-очень-очень долгая борьба нас ждет, но опять-таки я считаю, что у нас другого выхода просто нет. Да, как вы верно отметили, мы неоднократно наблюдали подобную однобокую позицию со стороны Франции, вот хотелось бы узнать, как вы считаете, вот в целом вообще этот документ, он содержится довольно-таки очень нелепые обвинения в адрес Азербайджана, а также призыв к правительству Франции и другим странам, если ввести так называемый запрет на импорт газа и нефти из Азербайджана, вот как вы считаете, будут ли сенаторы исходить из собственных национальных интересов, а не армянских? Ну, во-первых, давайте по порядку, да, вот касательно этих санкций. На самом деле, очень нелепый документ, я много раз об этом говорил. Конечно, то, что Франция не покупает или покупает газ из Азербайджана, это под большим вопросом, есть информация, что через Италию перегоняется по трубопроводу, по газопроводу ТАП во Францию, то есть это будет еще все разбираться, но это не самое главное. Дело в том, что речь идет о групповых закупках, о которых говорил Макрон. Если есть групповые закупки, то есть если Италия, значит Греция и Болгария получает из Азербайджана топливо, газ или нефть, это помогает Франции и другим странам, наоборот, значит, более, значит, меньше покупать количество этого топлива в других местах, то есть в конечном итоге это помогает Европе и Евросоюзу, то есть это вопрос как бы ни о чем. Второй момент, то, что делают сенаторы, это, конечно, на мой взгляд, откровенно антифранцузская направленность, потому что они не, значит, исходят из национальных интересов Франции, а из интересов выборных, значит, своих избирателей армянских или каких-то армянских сил, армянского лобби. К сожалению, сегодня это как бы не видно, потому что в Пятой Республике вообще французская вот эта демократия, 200-летняя полнометаризм предполагает, что, значит, депутаты, сенаторы, избранные лица, они несут ответственность только перед своей совестью, то есть у них есть полностью возможность, значит, выражать любые мнения и так далее, то есть это называется, они суверенны в этом. И это, к сожалению, приводит к тому, что эти люди сегодня фактически злоупотребляют этим, но, опять-таки, я говорю по Конституции, они не могут нести ответственность во время своего мандата. Это, к сожалению, реальность, это работает так во всем мире, это единственное, как с этим бороться, это лоббинг, естественно, нужно иметь таких же, значит, депутатов, сенаторов, которые будут оповещать нашу позицию, но единственное, что это нужно делать целенаправленно, и это нужно было делать уже давно. И так это работает во всем мире, и только так это можно изменить. К сожалению, это работает так. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, на связи со студией был политолог Заур Садык Байли из Франции. Я напомню, что представители азербайджанской диаспоры сегодня привели акцию протеста перед Сенатом Франции. Демонстранты выступили против обсуждения в Сенате антиазербайджанской резолюции. Продолжаем наш выпуск. В этом году приоритетами встречи группы 20 являются здравоохранение, энергетические переходы и цифровая трансформация. На повестке также обсуждение геополитических вопросов, в том числе связанных с продовольственным, энергетическим, климатическим кризисами. Переговоры президентов и глав правительств стран-участниц группы 20 продлятся до 16 ноября. Саммит G20, главная цель которого достижение глобальной экономической стабильности, считается одним из ключевых международных событий в мире. На индонезийском вале стартовал саммит G20. Заседание группы 20 открыл президент Индонезии Джоко Видода. В своем вступлении он отметил, что мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны. Нельзя допустить его разделения на части. Глава принимающей стороны указал на необходимость остановить войну. При этом не назвал напрямую, о каком вооруженном конфликте идет речь. «Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне. На всех нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает то, что мы должны остановить войну. Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше. Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений». В свою очередь, председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции на полях встречи заявил о необходимости использования саммита группы 20 в целях усиления давления на Россию. Коснувшись ситуации вокруг Украины, он выразил мнение, что устав ООН должны уважать все участники 20-ки. «Мы считаем, что саммит G20 необходимо использовать для усиления давления на Россию. Международно признанные границы должны быть общими для всех за столом переговоров. И именно поэтому я искренне надеюсь, что на встречах, которые мы проведем сегодня и завтра, будет возможность оказать давление и убедить страны в том, что устав ООН должен соблюдаться всеми партнерами G20. И единственный лучший способ покончить с острым продовольственным и энергетическим кризисом для России – это прекратить эту бессмысленную войну и уважать устав ООН». Российскую делегацию на саммите Большевой двадцатки представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В рамках саммита глава МИД России провел двустороннюю встречу с китайским коллегой Ван И. В ходе встречи Сергей Лавров отметил высокий уровень российско-китайского сотрудничества. «Я очень рад нашему уже десятому, между прочим, контакту в текущем году с вами. Наши руководители также регулярно встречаются. Их последний контакт состоялся в Самарканде, на полях заседания Совета глав государств ШОС. И они подтвердили те задачи, которые нам предстоит решать на новом этапе в наших отношениях. Хотел бы также теперь уже лично поздравить вас и присутствующих китайских друзей с успешным проведением 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа, был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримые политические авторитеты и поддержку проводимого им курса». Вопрос безопасного вывоза зерна из украинских портов также является одной из актуальных тем саммита группы 20-ти. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш заявил, что он активно работает над обеспечением поставок российского продовольствия и удобрений. Ранее Москва заявляла, что Черноморская зерновая инициатива была выгодна только Киеву. «Мы работаем над тем, чтобы устранить все препятствия для свободного поступления российских продуктов, питания и удобрений на мировые рынки. Наше взаимодействие с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Великобритании помогло устранить многие препятствия для доступа к рынкам. Эти продукты не подпадают под санкции, но страдают от косвенного воздействия. Я надеюсь, что Черноморская зерновая инициатива будет возобновлена, потому что это чрезвычайно важно для современного мира». Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в режиме онлайн. Глава государства в своем обращении к участникам Большой Двадцатки заявил, что наступило время прекратить войну в Украине. Украинский лидер отметил, что война может закончиться в случае, если Россия уведет войска за пределы границ 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. «Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, то пусть докажет это действиями. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никаких Минсков-3, которые Россия нарушит сразу после заключения. На полях саммита G20 встретились президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган. Сообщается, что главы государства обсудили отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также вопросы торговли и безопасности. Президент США поблагодарил Реджеп Тайпа Эрдогана за вклад в устранение проблем на пути действия зерновой сделки и восстановление поставок зерна. Он заверил турецкого коллегу в неизменности поддержки администрации США процесса поставок истребителей F-16 Турции. Байден также отметил, что Турция является важным игроком на пути вступления Швеции в блок НАТО. Стали известны подробности переговоров между главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом и директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, которые состоялись накануне в турецкой столице. Руководители ЦРУ и СВР обсудили негативные последствия для России в случае возможного применения ею ядерного оружия. Американская сторона настоятельно рекомендует России не использовать ядерные боеприпасы. Кроме того, стороны обсудили судьбу задержанных в России граждан США. Однако о каких-либо договоренностях по этому поводу не сообщается. По информации телеканала CNN, тема урегулирования российско-украинского конфликта на встрече не затрагивалась. Экс-президент США Дональд Трамп не выполнил требования американских законодателей явиться на слушание в специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование обстоятельств штурма Капитулия в начале 2021 года. Трамп обязан предоставить документы, касающиеся штурма здания Конгресса, в результате которого погибло пять человек. Дональд Трамп, как и несколько его ближайших союзников, вскрывается от расследования специального комитета и отказывается делать то, что сделали более тысячи других свидетелей. 6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа напали на Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года в США президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп назвал обвинения в свой адрес ложными. Своими провокационными заявлениями официальные лица Армении пытаются оправдать деструктивную позицию своей страны. Премьер-министр Никол Пашинян и его окружение продолжают подрывать и без того хрупкий мир в регионе. Ситуацию разбирал мой коллега Шамистан Мамедов. Узнаем у него все подробности. Шамистан, здравствуй. Итак, что у тебя сегодня? Здравствуйте, Эльнара. Да, действительно, мастера по клевете, премьер-министр Армении Никол Пашинян и секретарь Совета безопасности этой страны Армен Григорян выступили с очередными бредовыми обвинениями против Азербайджана. Официальные лица Республики Армения вновь в наглую переводят стрелки. По традиции, власть Армении пытается выдать свои грехи за мнимые чужие. Так Пашинян и Григорян утверждают, что якобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном не подписан по вине Баку. И это при том, что сам договор является инициативой именно Азербайджана. В Армении снова заговорили о необходимости привлечения в регион международных миссий. Их Григорян называет возможным гарантом выполнения достигнутых договоренностей. В таком случае возникает вопрос, а чем не устраивают Армению предложения Кремля и российские миротворцы. Ведь на встречах с президентом России Владимиром Путиным Пашинян восторженно расхваливает деятельность российского миротворческого контингента. В своих последних интервью армянский премьер, вопреки пунктам трехстороннего заявления, даже назвал пребывание российских военных Карабахи бессрочным. И в то же время Ереван требует новых наблюдателей, нового так называемого гаранта. Таким образом, Армения в очередной раз доказывает, что не является самостоятельным государством. Действия военно-политического руководства Армении не соответствуют логике. Баку уже давно обнародовал Еревану пять основных принципов для подписания мирного договора. И армянская сторона приняла эти предложения. А теперь официальные лица Армении пытаются подорвать процесс нормализации отношений. О каких наблюдателях может идти речь? Еревану не стоит забывать, что российские миротворцы размещены в Карабахе временно, а в этом четко написано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Позиция Азербайджана не изменилась. Карабахский вопрос уже решен. И он не является предметом обсуждения. К слову, в заявлениях, принятых по итогам последних двусторонних и трехсторонних встреч, Карабах вообще не упоминается. Это касается и брюссельского формата, и российского. А Пашиняну не стоит забывать, каким последствиям в прошлом приводили его провокационные заявления. Ведь это его подпись стоит под документом о капитуляции Армении в 2020 году. Он навечно закрепил за собой статус капитулянта и пораженца. У нас нет ни силы, ни армии. Мы проигравшая страна. Каждый думает о своем благополучии. Сегодня у нас больше предателей и врагов, чем патриотов. Поэтому мы должны, повесив головы, ждать. Он уничтожил наш народ, а теперь оправдывается. Когда слушаю его выступления, нервничаю просто. Разве о чем-то хорошем он говорит? Конечно, нет. Каждое его слово – ложь. Несмотря на то, что со дня подписания трехстороннего заявления прошло два года, до сих пор не обеспечен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований из Карабаха. Это грубое нарушение достигнутых договоренностей. Армянская сторона постоянно выдвигает новые условия и требования, но при этом не выполняет ранее взятые на себя обязательства. Эксперты советуют руководству Армению заняться собственными делами, а не комментировать вопросы Карабахского региона Азербайджана. Ереван – проигравшая сторона и не может вообще диктовать правила. В армянском обществе должны понять, что вопросы Карабаха – это внутренние дела Азербайджана. Азербайджан не вмешивается в дела Армении и того же требует в ответ. Новой надеждой для армянских реваншистов стал российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян. В попытках уклониться от антироссийских санкций он переехал в Карабах и отказался от гражданства Российской Федерации. Его действия неоднозначно восприняли как в самой России, так и в Армении. Миллиардер преследует свои корыстные цели под благовидным предлогом помощи армянскому населению Карабаха. Теперь его хотят представить лидером сепаратистов, но и этот вопрос Азербайджан может решить в любое время. Рубен Варданян Рубен Варданян – это напрасная надежда армян. Его провокационные действия только усугубляют ситуацию. Карабах – территория Азербайджана, и мы можем прогнать его оттуда в любой момент. В целом, риторика Армении стала более агрессивной. Пашинян словно почувствовал некую смелость после поддержки со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и других сил, демонстрирующих искусственную заинтересованность в стабилизации ситуации в регионе. Лучше бы они осудили провокации Пашиняна. Эльнара, как мы видим, все-таки с армянской стороны продолжаются провокационные заявления, но при этом в Армении все же есть люди, которые понимают необходимость нормализации отношений и даже признают то, что Армения осуществляла агрессорскую политику в отношении Азербайджана в годы Первой Карабахской войны. Так, депутат отправящей партии Армении Грачи Акапиан заявил, что Армения была агрессором во время Первой Карабахской войны, что является, конечно же, правдой, потому что 20% наших территорий тогда были оккупированы. И радостно то, что в Армении все больше и больше людей осознают, и, наверное, все-таки такие подобные заявления приведут к нормализации отношений. И вот мирный договор будет подписан только в условии отсутствия каких-либо территориальных претензий, особенно необоснованных территориальных претензий, которые звучат со стороны Армении. Также сегодня в СМИ появилась информация о том, что Армения приобретает новое оружие, индийское оружие. До этого уже были такие сообщения, и говорилось о том, что стороны подписали даже соглашение на многомиллионную сумму. И сегодня появилась информация о том, что вот арсенал армянской вооружения, армянской армии будет пополнен еще одним оружием индийским. Так мы видим, что Армения не нацелена на мир, а он и так хрупкий мир в регионе, и подобные провокационные действия, и вот подготовка к войне, которая ведется в Армении. Мы видим, что там и военное учение продолжается, даже с привлечением женщин. Мы видим, что закупается новое оружие, видим вот эти вот провокационные заявления. И все-таки это говорит о том, что хрупкий мир действительно под угрозой. Спасибо большое, Шумистан. Я напомню, мой коллега Шумистан Мамедов рассказал о провокационных заявлениях Еревана. Ну и возвращаясь к главной теме нашего выпуска, это визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию. Я напомню, что ранее состоялась встреча один на один двух лидеров. После президента Азербайджана и президента Албании выступили с заявлениями для печати. Ну, визит азербайджанского лидера в Албанию отслеживает моя коллега, специальный корреспондент Эльмира Мусазаде. Она расскажет нам новости. Эльмира, здравствуй еще раз. Что у тебя сейчас? Здравствуй, Эльнара. Да, вот как раз-таки продолжая тему, которую начал наш коллега Шумистан Мамедов, действительно, про военные преступления, которые совершала Армения на территории Азербайджана на протяжении 30 практически лет оккупации. Об этом Азербайджан говорит на всех международных площадках, как в рамках двухсторонних контактов, так и в рамках многосторонних каких-то форматов. И Албания не стала исключением. Об этом также говорилось на совместном заявлении для пресса лидеров Азербайджана и Албании. И действительно, президент Азербайджана в очередной раз рассказал про том вандализме, который осуществился со стороны реваншистских и оккупационных сил, которые располагались долгое время на азербайджанской территории, в частности, в очередной раз глава азербайджанского государства отметил, что было разрушено на территории Карабаха и Восточного Зангизора 65 из 67 мечетей, что, безусловно, не может не говорить о каких-то исламофобских настроениях и в целом агрессии со стороны Армении и оккупационных сил. Сейчас, когда справедливость восстановлена, Азербайджан восстанавливает эти территории, возрождает Карабах, возрождает Восточный Зангизор. И вот отрадно, что албанские компании также заинтересованы в том, чтобы принимать участие в восстановительных работах. Об этом говорилось не только сегодня, об этом говорилось также и в рамках визита премьер-министра Албании в Азербайджан в апреле текущего года. Действительно, албанские официальные лица не первый раз совершают визит в Азербайджан как в рамках каких-то международных площадок. Вот, к примеру, можно вспомнить Бакинский гуманитарный форум, который собрал в себе видных деятелей, действительно, лидеров различных государств и правительств. И, в частности, Албания тоже принимала участие. И тогда представители из Албании тоже выразили однозначную поддержку Азербайджану в его справедливой борьбе за освобождение тогда еще своих земель. Сейчас уже, когда территория Азербайджана возвращена, когда оккупационные силы выведены с Карабаха, с Восточного Зангизора, действительно, те масштабы и те восстановительные процессы, которые ведутся в регионе Азербайджана, не могут не впечатлять. Ну и, помимо этого, конечно, открываются дополнительные возможности, дополнительный импульс для реализации тех инициатив, которые я бы назвала действительно транснациональными, которые инициировала Азербайджан еще во время продолжающегося конфликта. То есть эти проекты, они занимают достаточно долго времени для их реализации. Это что-то нацеленное не на один и не на два года. Это проекты, которые ведутся десятилетиями. И вот, в частности, ТАП и ТАНАП, Южный газовый коридор, это один из таких масштабных проектов, который позволяет обеспечивать энергобезопасность Европу. И, безусловно, в этом деле также Азербайджан активно сотрудничает с такими странами, с такими своими партнерами, как, к примеру, Албания, которая получает от реализации этого проекта существенную выгоду. Действительно, Албания – это одна из не очень богатых стран Европы, но при этом можно отметить темпы роста экономического, который фиксируют все международные наблюдатели, эксперты. ВВП в Албании вырос в 15 раз за последние годы, и это не может действительно не вычитать, потому что темпы развития говорят о стремлении руководства Албании наращивать экономическую мощь, и, в том числе, безусловно, это возможно в рамках сотрудничества с такими странами, как Азербайджан и, безусловно, Турция. Здесь вот нужно отметить, что у Албании довольно тесные отношения с Турцией, стороны на всех площадках ведут довольно динамичный такой продуктивный диалог. И для Азербайджана, который является союзником Турции, это, безусловно, очень важно. И вот здесь вот тоже нужно отметить, что сейчас, в нынешнее непростое геополитическое время, вот такие вот союзы государств, которые вносят важный вклад, в том числе, в обеспечение энергобезопасности и просто в целом безопасности, в том числе и европейского континента, безусловно, играют важную роль. Азербайджан сейчас, в нынешних условиях, когда освобождены азербайджанские территории, когда восстановлена историческая справедливость, находит действительно на достаточно высоком уровне своего развития. Азербайджан реализует и инициирует множество проектов глобального значения. И вот неудивительно, что, к примеру, тот же самый проект ТАП и ТАНАП, Южный газовый коридор, стремятся увеличить вдвое его мощность. И, безусловно, здесь вот необходима кооперация между Азербайджаном и Албанией. Но вот тема энергетики, она традиционно основная в диалоге между Азербайджаном и Албанией, между Баку и Тираной. Нынешний визит не стал исключением. Действительно, сфера энергетики также обсуждалась, но это, в принципе, и заметно по делегациям, которые, по членам делегаций, которые прибыли сегодня в Тирану. Среди них находится министр энергетики Азербайджана Тарвиз Шахбазов, а также министр экономики Микел Джабаров. И это действительно показывает стремление Азербайджана и Албании не просто декларировать о намерениях наращивать сотрудничество, а непосредственно применять это на практике и обсуждать уже конкретные шаги по реализации тех или иных инициатив и тех или иных проектов. И вот здесь очень интересно, что действительно страны Центральной Азии тоже заинтересованы в таком сотрудничестве, потому что как раз эти новые пути, как транспортные, так и энергетические, они, безусловно, играют важную роль в том числе и для стран Центральной Азии, которые сейчас могут через Азербайджан получать выход, в том числе и на европейские рынки, и получать, безусловно, выгоду от этого, повышая свое плодисостояние. Так что вот это, мне кажется, тоже может быть темой для переговоров. Действительно, уже прошли встречи с главой Албании. Ну вот я бы хотела еще отметить, что это действительно первый визит президента Азербайджана в Тирану. И несмотря на то, что визит первый такой у президента Азербайджана, наблюдается серьезная динамика. И видно, что албанская сторона, безусловно, относится к этому действительно с большой ответственностью. И вот на пресс-конференции, на заявление для прессы, президент Азербайджана пригласил своего коллегу с визитом посетить Азербайджан, что, безусловно, позволит продолжить такую позитивную динамику, которая сложилась между странами. Визит еще продолжается. Наша съемочная группа продолжает его отслеживать. И будем стараться сообщать о самых последних новостях. Спасибо, Эльмира. Будем ждать от себя новостей. Я напомню, на связи со студией была специальная корреспондент CVC. Она находится в Албании. Эльмира Масазаде, где с государственным визитом находится президент Азербайджана Эльхам Алиев. А теперь мы переходим к событиям в мире экономики. Моя коллега Анастасия Панарина продолжит тему. Анастасия, здравствуй. О чем ты расскажешь нам в этом выпуске? Здравствуй, Эльнара. В этом выпуске у нас в центре внимания обсуждение путей борьбы с экономическим кризисом на саммите Большой 20-ки, зеленая энергетика, высокотехнологические проекты и многие другие темы смотрите в рубрике «Финтаймс Корборэн». В ходе встречи на полях саммита G20 президент США Джо Байден поблагодарил президента Турции Реджепа Тейпа Эрдогана за его усилия, которые помогли решить проблему вывоза зерна из портов Украины. По сообщению Управления коммуникации президента, в ходе встречи были обсуждены отношения двух стран, в частности, вопросы торговли и безопасности. Тем временем китайский лидер Сы Цзиньпинь выступил с призывом к государствам группы 20 держать под контролем глобальную инфляцию. По словам председателя КНР, члены Большой 20-ки также должны исходить из принципа общей безопасности. Продолжение следует... Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон в своем твиттере отметил важность поддержки наиболее уязвимых экономик, снижения углеродоводного следа в глобальном масштабе и защите биоразнообразия. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил на заседании G20, что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны в Украине. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунок на встрече в кулуарах саммита с наследным принцем Саудовской Аравии Мухабиным Ибн Салманом Аль-Саудом выразил надежду, что две страны продолжат совместную работу по стабилизации энергетических рынков. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристаллина Георгиева на саммите группы 20 на Бали призвала к устранению торговых барьеров, облегчению долгового бремени бедных стран. По ее словам, мировая экономика переживает непростые времена на фоне пандемии, ситуации на Украине и климатических катаклизмах на всех континентах. Как подчеркнула Георгиева, 345 миллионов человек страдает от продовольственного кризиса. Глава МВФ также призвала увеличить инвестиции в устойчивое к изменению климата, сельское хозяйство и развитие низкоуглеродных технологий. Рост цен и ужесточение финансовых условий тяжело для всех, но особенно для государств с формирующимся рынком и развивающихся стран. И в этой сфере G20 может делать много для изменения перспектив мировой экономики. Во-первых, позволяет торговле делать свою работу. Устранение барьера, особенно для продовольствия и удобрений, может иметь большое значение для облегчения участи сотен миллионов людей. Мы не должны допустить, чтобы протекционизм укоренился, а мир раскололся на отдельные блоки. Второе – это долговое бремя. Это сложная задача для всех после пандемии COVID-19, но 25% стран с формирующимся рынком и 60% стран с низким уровнем дохода долговое бремя ограничивает способность решать проблемы продовольственной и энергетической безопасности. Азербайджан продолжает принимать меры для повышения вклада страны в глобальные усилия по декарбонизации. Очередным шагом стала отмена таможенных пошлин при ввозе электромобилей возрастом до 3 лет и импорте зарядных устройств для них. Азербайджан намерен к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 35%. К 2050 году снижение выбросов составит 40%. Для этого в стране наращивается доля возобновляемых источников энергии с текущих 17% до 30% к 2030 году. Азербайджан в сфере альтернативной энергетики реализует проекты на освобожденных территориях. К примеру, это совместная инициатива с британской BP по строительству 240-мегаваттной солнечной электростанции в Зангелана-Джабраильской зоне. Только на освобожденных землях можно использовать виды возобновляемой энергии мощностью 10 гигаватт. В Каспийском море эта цифра достигает 157 гигаватт. То есть эта цифра подтверждена международными экспертами. И это очень большая цифра. Конечно, производство и экспорт этой энергии – наша задача на предстоящие годы. Кроме того, в Азербайджане заложены фундаменты двух крупных объектов по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Итак, ACWA Power из Саудовской Аравии построит витриную электростанцию 240-мегаватт из Абширон, а компания Маздар из Объединенных Арабских Эмиратов установит солнечную электростанцию в городах. Это были все новости экономики к этому часу. Эльнара. Спасибо, Анастасия. Я напомню, Анастасия Панарина представила блог экономических новостей. Ну а сейчас мы переходим к новостям из мира спорта. Обо всем поподробнее у Эмина Ахмедова. Эмина, здравствуйте. Здравствуйте, Эльнара. Много интересных таких новостей относительно Азербайджана. Подробнее я расскажу прямо сейчас в рубрике про спорт. В Анкаре проходит мемориал по тяжелоатлетике, мемориал трехкратного олимпийского чемпиона Наима Сулеймана Углой. И вот в первый день уже завоевана медаль представительницы Азербайджана Назилии Смайлова. Она выступает в весовой категории 49 килограмм. Заняла третье место, завоевала бронзовую медаль. Общий вес, который она потянула, это было 127 килограмм. И в различных видах 55 килограмм в толчке и в рывке. Бывают два разряда. Вот 55 плюс 72 килограмма. Он вывел этот результат ее на третье место. Джангир Гасануглу Хасанзаде получил должность УЕФА. Это технический директор АФА. На этой должности он находится с 2020 года. И вот он был избран действительным членом комитета молодежного и любительского футбола УЕФА. И во время заседания комитета было принято это решение. Это известный голкипер, который много матчей провел в составе сборной Азербайджана. А из клубов выступал в таких командах, как Карабах, Нефчи, Хазарлин Карань и Габала. Теперь перейдем к новости из мира шахмата. Стартовал финальный этап тура чемпионов. Он проходит в Сан-Франциско. В нем участвуют 8 сильнейших шахматистов. И вот в первом туре с победы турнир начал азербайджанский гроссмейст Шахриар Мамедьяров. Он обыграл представителя Индии Рамешпабу Праганананши. И выиграл он его с общим счетом 2,5 на 1,5 очка. И стоит отметить, что также в первых партиях победы одержали Магнус Карсен, обыгравший Вест-Иссо. Ян Гжиждов Дуда, представитель Польши, обыгравший другого представителя Индии, Ири Гаиси. И Ли Куэм Лин, это вьетнамский шахматист. Он уступил Анишу Гюри из Нидерландов. И отмечу, что 4 партии проходят в Рапид. И в случае ничейного результата проходят партии в Армагеддон. По общему счету Аниш Гюри лидер. У него 3,5 очка в активе. А вот юные азербайджанские шахматисты добились успеха в Анталии, где проходит чемпионат Европы в различных возрастных категориях. И у нас было 2 медали. В мужской возрастной категории 12 лет. Ахмед Хаган, он завоевал серебряную медаль. За 9 туров набрал 7 очков. Всего полу очка ему не хватило, чтобы занять первое место, которое занял в итоге поляк Патрик Чеслак. А вот среди девочек в возрастной категории 10 лет завоевана бронзовая медаль. Третье место Лейла Мирзалиева. Стоит отметить, что около тысячи шахматистов юных различных возрастов участвуют на чемпионате Европы в Анталии. И они представляют 46 стран. Ну и в завершении хотелось бы поговорить про сборную Азербайджана по футболу, которая готовится к товарищеским матчам. И вот сейчас две контрольные встречи предстоят против команды Молдовы. И 16 ноября и 20 ноября против команды Северной Македонии. Сыграет подопечный Джани Дебиази. Эти оба матча состоятся на выезде. Мне вот был опубликован состав. Буквально накануне Джани Дебиази огласил его. И здесь есть много представителей Агдамского Карабаха. Есть представители Сабаха. И есть деборянские игроки, которые играют за границей. В частности нападающие Ренат Дадашев, Махир Эмрели. И можно также в линии полузащиты наблюдать Сгана Крюкчу. Ну и Антон Кривоцук, который выступает в составе Висло-Процк, Польша. И нет в составе Филиппа Зобича, игрока Центроболя Агдамского Карабаха. И по определенным причинам нет. Здесь Гара Гараева. И я уже отмечал, что два матча поставят в сборную Азербайджана. Эти игры станут подготовкой для сборной страны. Перед отборочным этапом чемпионат Европы 2024 года. Где команда сыграет в группе F. Вместе с командами Бельгии, Австрии, Швеции и командой Эстонии. Пока что это все новости спорта к этому часу, Эльнара. Спасибо, Эмин. Я напомню, Эмин Ахмедов представил спортивную тематику. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь вместе с нами, будьте в курсе событий. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok